Ремонт социальных объектов, подключение жилых домов к центральному отоплению и строительство новой котельной. Эти вопросы уже не первый год волнуют жителей Коткино. Можно ли решить проблему? Внезапная проверка. Глава региона проинспектировал 4-ю школу. Поводом для визита послужила жалоба ученицы 11-го класса. Оранжевый день. В Заполярье стартовала всероссийская акция взаимопомощи «Мы вместе». Ее проводит ресурсный центр доброводчества Ненинского округа. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. За прошедшие сутки в Ненинском округе зарегистрирован один случай заболевания коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ненинского округа со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 1024 случая заболевания COVID-19. Как отметили в пресс-службе региональной администрации, в публикации от 2 марта была допущена неточность. По данным на этот день в Ненинском округе не было зарегистрировано случаев заболевания коронавируса. На лечении и под наблюдением с диагнозом COVID-19 находятся 44 пациента, в том числе один бессимптомный носитель. Из них в стационаре получают лечение 14 человек, еще 30 находятся на амбулаторном лечении. Напоминаем, что в Ненинском округе действует режим повышенной готовности, а также меры, направленные на недопущение распространения коронавирусной инфекции, в том числе режим самоизоляции для граждан, пребывающих с территорий других регионов, а также масочный режим. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. Звонок бесплатный с мобильных и городских телефонов. Записаться на вакцинацию от коронавируса в Наринмаре и Заполярном районе можно через портал госуслуг по единому номеру горячей линии 122, а также в своей медорганизации. Ремонт социальных объектов, подключение жилых домов к центральному отоплению и строительство новой котельной. Эти вопросы уже не первый год волнуют жителей села Коткино. Об этом и других проблемах сельских жителей в следующем материале нашего корреспондента Александры Литковой. Репетиции народного ансамбля «Суляночка» проходят не в самых комфортных условиях. В помещениях сельского дома культуры зимой, мягко говоря, прохладно. Капитальный ремонт здания, которому почти 50 лет, запланирован на 2022 год. Согласно проектной документации, здесь утеплят крышу и частично заменят конструкции. Осталось дождаться финансирования. Школа и детский сад также нуждаются в частичном ремонте. У нас сейчас на данный момент два здания – школы и садика. Юридически это одна организация, но они находятся в разных местах. Оба в этих зданиях необходимо ремонтировать. Проблема в садике в том, что там систему отопления сейчас поменяли, вот в этом году. Там достаточно тепло, но нужно, необходимо делать утепление и замену балок нижних несущих полов, фундамент смотреть, потому что это все деревянное, все на болоте стоит. Утеплять стены необходимо и в сельской школе, в первую очередь на первом этаже, где зимой иногда приходится учиться в верхней одежде. Самое холодное помещение – спортзал. Уроки из-за низких температур здесь не проводятся. Отапливаются в Коткино, как и в большинстве окружных сел, в основном углем. Сергей Тетерин говорит, что для поддержания тепла в доме зимой в сутки приходится наколоть и занести в дом до трех ведер угля. Двери отдельно сделаны на кочегарку, а это на квартиру. Уголь приносим, вот специально закупаем, привозит трактор. А потом зимой носим в ведрах, заносим кочегарку, потому что котел только у каждого, квартира своя. Свой котел отдельно. У каждого уголь тоже так же привозят отдельно. И топим вот всю зиму. Зима в этом году суровая, поэтому и топить приходится часто. Да и уголь, по словам сельчан, не всегда привозят надлежащего качества. Сложнее всего зимой приходится, конечно, пенсионерам. Потому что ведь уголь надо носить, ведь все это руками делается. Долбить, он же замерзает тоже. Снегом заносит, все откапывать надо. На сегодняшний день больше всего жители Коткино, дома которых еще не подключены к центральному отоплению, ждут строительства второй котельной. У нас село делится на две части. В одной части тепло есть, во второй нету. Конечно, это бы хотелось. И для нас, депутатов Заполярного района, лично для меня, перевод на центральное отопление всех сел – это основа. Но для этого нужны деньги. На сегодняшний день, к сожалению, у нас нет достаточного количества финансовых средств, чтобы мы могли самостоятельно это построить. Половину села подключили к центральному отоплению почти два года назад. Однако до некоторых домов тепло не доходит. Жители уверены, все дело в диаметрах труб, которые не соответствуют нормам. Пускай они в эту весну, пускай они вот эти трубы вытаскивают и другие настоящие делают. Пролаживают. Мы же не виноваты, что их не хватило. Мы же платим за тепло, а не за холод. Однако мы заодно платим за холод. По словам главы сельского совета, трубы соответствуют всем инженерным требованиям. А тепло может не доходить до жильцов из-за того, что они плохо утеплены. Или система отопления в домах требует ремонта. Специалисты сельского сервиса, они приехали, прошлись по каждому дому, посмотрели каждую систему отопления. То есть порекомендовали жителям, что можно сделать. Потому что у кого-то нужно реконструкцию системы отопления делать, потому что неправильное расположение труб, радиаторов и так далее. В том числе у нас одна из наших муниципальных квартир, нужно будет заменять участок трубы. Потому что заужение диаметра идет, соответственно струкляция хуже. То есть, ну это все устранимо. Данную проблему и ряд других вопросов, в том числе федерального уровня, жители села озвучили и на встрече с депутатом Государственной Думы Сергеем Коткиным. Я провел прием по личным вопросам граждан. Кстати, очень хорошая была встреча, очень насыщенная. Жители много поднимали вопросов, причем вопросы именно федерального уровня. Задавали вопрос по недропользованию, по недрам, по жилищно-коммунальному хозяйству, по отоплению. В общем, целый комплекс вопросов. Проблемы пока остаются, но справедливости ради хотелось бы отметить, что Коткино – одно из динамично развивающихся окружных сел. Молодежь после получения образования все чаще возвращается домой. Строятся новые дома, а еще Коткино по праву считается спортивной столицей Заполярного района. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Губернатор Ненинского округа Юрий Бездудный посетил 4-ю городскую школу. Визит в учебное учреждение был спонтанным. Поводом для него послужила жалоба ученицы 11-го класса. Девушка рассказала главе региона, что в кабинетах холодно, а на одной из стен образовалась плесень. Вместе с комиссией наш коллега Ольга Русл выясняла, так ли это на самом деле. Посещение школы начинается с, пожалуй, самого важного места – столовой. Ежедневно здесь получают вкусное и полезное питание более тысячи человек. Буквально через 10 минут начнется обед. Все готово, чтобы принять школьников. Сегодня мы кормим бигас с мясом, солениной нашего производства. То есть бигас – это капуста с мясом, апельсин, хлеб и компот. Хорошее сбалансированное питание. Школу главу региона пригласила Юлия Зорина. 11-классница в составе комиссии обходит коридоры и кабинеты. Юлия, как сейчас? Тепло в кабинетах? Ну, сейчас потеплело, да. У нас, тем более, в конференц-зале тепло. Да, мы зашли в один из кабинетов, там ребята сидят в футболках. Но зимой все равно холодно. Еще один важный узел школьной жизни – библиотека. Глава региона Юрий Бездудный отметил уют в помещении большой выбор разнообразной литературы. Ребята с удовольствием посещают. Особенно начальная школа, самые активные читатели. Ну, а среднее звено в основном берут все, конечно, по школьной программе. А началка любит всякие книги такие интересные. А старшие уже в интернете сидят? Ну, приходят и в библиотеку приходят. Мне все все-таки считают, что бумажный вариант лучше, чем электродный. Еще одно культовое место четвертой школы – музей. Здесь собрана вся история учебного учреждения за его 81 год существования. Фотографии, документы, личные вещи бывших учеников – все сохраняется Верой Гербовой. И о переменке школьной, и о одноклассниках. Это все ребята пишут? Все ребята. И вот написано, видите, какой год, какой класс. Просто мы сделали сборника. Кроме того, в регламенте губернатора посещение классных комнат. В этом кабинете размещаются ученики первого класса. Видно, что в классе тепло и просторно. А это кабинет химии. Надо отметить, что в нем уникальное для округа оборудование. Школьники имеют возможность получать здесь все необходимые знания и проводить опыты. Но со временем обветшали парты. Следующая точка – актовый зал. Хороший зал. Есть все необходимое оборудование. Все есть необходимое оборудование. За занавесом там экран. Полностью мы туда выводим все презентации, какие у нас нужны. Или на пиццовете, или во время праздников. В спортивном зале летом провели ремонт. Поменяли напольное покрытие. И теперь ученики школы занимаются здесь по полной программе. Очень современный зал. Призовое место занял. Он такой универсальный. Здесь можно заниматься всеми видами. Баскетбол, волейбол, футбол. И достаточно тепло, хорошо. Ну, они все. Ну, здесь они же бегают. Они же в движении. Еще одному спортивному залу требуется обновление. Примерная стоимость работ, которая потребуется на реконструкцию помещений – 4 миллиона рублей. Начать и проводить ремонтные работы можно только после того, как в школе закончится проведение единого государственного экзамена. Мы сейчас смотрим с своей стороны, когда это можно по бюджету дать и дополнить заявку на ремонт этого зала. Поэтому, как только будет сейчас, на этот год у нас запланирован маленький ремонт именно по самой школе, а дальше уже будем планировать ремонт самого обновления зала. А это та самая злополучная стена – последствия протекшей крыши. Починить ее в течение учебного года нет возможности. Теперь придется ждать летних каникул. До 1 сентября не успели просто-напросто это сделать. Мы вот сейчас это запланировали этим летом. Мы хотели чуть пораньше, но во время образовательного процесса нам запретили. Подводя итоги визита, губернатор Ненецкого округа отметил, в школе созданы хорошие условия для обеспечения учебного процесса. Здание относительно новое, но и ему требуется плановый ремонт. Сигнал нам всем и школам, всем учреждениям, чтобы в летний период проверить все системы отопления и при необходимости промыть их, поменять. То есть сделать все, чтобы в следующем году зимой дети не мерзли. Глава региона дал поручение руководителю профильного департамента держать этот вопрос на контроле. Он в свою очередь доложил, что уже создана специальная комиссия. Для этого уже будут решения по ЗП, когда будем подготовиться с первого сентября, уже эти проблемы будем, будем уже и ликвидированы будут. Самое главное, чтобы следующая зима, какой бы она суровой ни была, не застала нас врасплох. Поэтому, я думаю, мы уже готовы. Замечания нужно вставить. Напомним, в новое здание школа переехала 10 лет назад, в 2010 году. Ольга Русул, Антон Водряков, Телеканал «Север». В Нарьинмаре обсудили планы по летней кампании оздоровления, отдыха, занятости и трудоустройства детей и молодежи. Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ненинском округе прошла в режиме видеоконференц-связи. Участие в ее работе приняла депутат окружного парламента Анна Булатова. Один из вопросов повестки дня касался организации летнего отдыха детей. В частности, речь шла об изменении условий получения путевки в организации отдыха детей и их оздоровления. К парламентариям обратились семьи, находящиеся в сложной жизненной ситуации. Они предлагают изменить условия получения путевок для детей в возрасте до 17 лет включительно. Они предложили изменить условия получения путевок для детей в возрасте до 17 лет включительно. В действующей редакции окружного закона путевки предоставляются один раз в два года в возрасте от 7 до 16 лет. В действующей редакции окружного закона путевки предоставляются один раз в два года детям в возрасте от 7 до 16 лет. Согласно примерному положению об организации отдыха детей и их оздоровления, утвержденного приказом Минопорнауки России, лагеря создаются для детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно. Мы предложили профильному ведомству проработать предложение и вынести законопроект. Депутат предложила профильному ведомству проработать вопрос о внесении соответствующего изменения в окружной закон. Накануне по всей России отмечали праздник День добровольных народных дружин. В ДНД входят люди разного возраста и профессий. О том, что объединяет дружинников в материале Натальи Дуркиной. Андрей Сопочкин состоит в Добровольной народной дружине с 2014 года. Еще тогда командир приметил в нем инициативного человека и позвал в дружину. Андрей признается, с людьми быстро находит общий язык, они его слышат. В основном это вот люди нетрезвые. Ну, с ними можно поговорить, так как сотрудника в форме они иногда побаиваются, а гражданки все-таки человеку могут подойти и поговорить. Спокойно увидеть. Молодежь у нас спокойная. С ними тоже поговоришь без всяких проблем, обсудить что-то можно, они тоже иногда поговорить. И все, без всяких проблем. Таких вроде не было с ними, что все нормально. Молодежь у нас более адекватная. Помощь людям. Такую цель видела перед собой Елена Филиппова. За семь лет работы на счету у девушки более 500 рейдов. Кроме того, пополнение рядов Народной дружины, борьба с нарушителями. Я услышала, что есть добровольная дружина, которая помогает людям. И я очень хотела кому-то помочь, кому-то что-то сделать доброе, чтобы люди оценили то, что я делаю. Так что пришла, и я не жалею, что я пришла. И столько лет я нахожусь в Народной дружине и продолжу также свою деятельность. Добровольцы активно помогают полиции обеспечивать охрану общественного порядка во время проведения праздничных, спортивных и культурно-массовых мероприятий. Участвуют в рейдах по выявлению фактов незаконного оборота алкогольной продукции. Проводят профилактические беседы с населением. Добровольные народные дружины вносят значительный вклад в борьбу с преступностью. За 2020 год сотрудниками Народной дружины совместно с сотрудниками ОМВД было осуществлено 730 дежурств, при которых выявлено 118 административных правонарушений, проведено проверено 50 граждан, находящихся под административным надзором, а также проведено 281 профилактическая беседа с гражданами. На сегодняшний день народные дружинники оказывают значительную помощь в охране общественного порядка. Добавлю, в Ненецком округе 10 народных дружин с численным составом 74 человека. Наталья Дуркина, Леонид Шишелов, Телеканал Север. В Ненецком округе стартовала всероссийская акция «Взаимопомощь и мы вместе». Ее проводят ресурсные центры добровольчества. О том, какой посыл несет акция, расскажет Елизавета Кабанова. Сегодня в первой школе учеников встречают волонтеры с оранжевыми лентами. Эта нить как отражение единения, а яркий апельсиновый цвет олицетворяет позитивное настроение и положительное влияние на здоровье. Эта акция создана уже как год. Мы боремся с коронавирусом, благодарим всех, кто носит маски, кто не сдается, благодарим наших врачей за то, что они стараются лечь от нас. И, конечно же, завязываем вот такие вот ленточки оранжевого цвета. Эта акция в поддержку с борьбой от коронавируса. Многим людям в прошлый год было очень-очень тяжело, и мы этой акцией поддерживаем людей. К акции присоединились и студенты социально-гуманитарного колледжа. В учебном заведении прошли соревнования «Витаминный заряд». Это командные игры, окончанием которых стала паутина из оранжевых нитей. Участники перекидывали клубки друг к другу. Одна нить – это ничто. А когда их много, создается сеть, которая может поддержать, даже если чувствуешь себя беспомощным и одиноким. Мы все связаны, мы должны помогать друг другу. Мы вместе – способ выразить свою благодарность и показать, что можно справиться со всем, если мы едины. Если мы вместе. Различные флешмобы в учебных заведениях города, посты в социальных сетях – все для того, чтобы показать, что мы готовы помочь и объединиться, несмотря ни на что. 21 марта 2020 года в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции была запущена российская акция взаимопомощи «Мы вместе», в рамках которой волонтеры помогают пожилым людям, людям, находящимся на самоизоляции, находятся в красных зонах, при больнице, в госпиталях различных. То есть оказывают любую добровольческую помощь. В акции может принять участие любой желающий. Можно выразить слова благодарности в своих социальных сетях с хэштегами «Мы вместе» и «Мы вместе спасибо». Акция будет проходить в течение недели. Елизавета Кабанова, Владислав Носкин, Антон Водряков, телеканал «Север». На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует...